Шалом дорогие друзья, шалом Хаверим, мы на канале Рыбы Илья Гукоцар и сегодня мы с вами будем заниматься обычной нашей работой, изучать Тару, искать там жемчужины, те, которые Господь приготовил нам и которые мы сможем применить в жизни. Мы сегодня будем говорить о бесходе и это очень важная тема, потому что мы будем говорить и в рамках народа, и в рамках одного человека, потому что когда мы смотрим на Израиль, мы должны всегда понимать, друзья, что Израиль это пример для нас, то есть все те ошибки, которые не скрывает Тора, все те их нехождения и мучения и слава и победы и поражения Тора открыло для нас. И каждый человек, идущий путем веры, он правоподобно Израилю от Авраама до Ишуа, он проходит все вот эти пути становления или духовного роста, о которых неоднократно говорится и в Танахе и особенно в книгах Нового Завета, вот так скажем. Ну принято их так называть, хотя я не считаю же это книги Нового Завета, это письмо, в общем, и мы будем обсуждать эту важную тему. Но прежде, друзья, хочу поблагодарить всех тех, кто заходит на канал, кто смотрит нас, кто распространяет видео, делится с другими, кто подписывается, ставит лайки, комментирует, потому что благодаря вам, друзья, мы потихоньку, канал поднимается, набирает обороты, и я верю, что мы вместе сможем создать такой канал, который будет для многих тысячи людей прозрением и светом, потому что мы стараемся подавать альтернативную позицию. То есть, понимаете, наша цель не война там, не дай бог, с кем-то, или промывание мозгов чьих-то. Нет. Потому что, ну, как-то так нас учили с самого начала, что вот есть одно мнение, все остальное неправильно. Вот есть, ну, есть тот, кто докладчик, да, вот как при коммунистическом режиме. И вот так, как вот это говорит глава партии, все вот так должно быть, все остальное, ну, какое-то инакомыслие, оно будет пресекаться, и оно неправильно. И я так не считаю, я считаю, что истина, она есть многогранна, и ее надо рассматривать со всех сторон. И чем больше мнений, чем больше получается объем, и тем больше мы, ну, можем познавать Бога. А через познание это, да, через познание истины, потому что Бог есть совершенно истинно, мы делаемся свободными людьми. И это очень важно. Ни одно, там, вот это бесогонство не может сделать человека свободным. Только познание истины. Вот. И сегодня мы это будем делать. Поэтому спасибо, друзья, кто поддерживает. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас на разных уровнях. Я благодарен вам и, ну, от имени моей жены, примите благодарности. Все те люди, которые делятся с нами и духовной пищей, и молитвами, и материально поддерживают в этот непростой для нас сейчас. Большое вам человеческое спасибо. И пусть, я не знаю, понимаете, добро в любом случае возвращается. И пусть оно приумножится и вернется к вам именно тогда, когда вы будете нуждаться. И пусть его очень будет много. И пусть ваш стол никогда не будет пустым. И духовный стол, и физический, друзья, и пусть все благословения, которые принадлежат моему народу, будут приходить в вашу жизнь. Спасибо вам за поддержку. Спасибо, что вы есть. И так, ну, мы начинаем. Сейчас я сделаю лыхаем компотиком за жизнь. И мы начинаем, друзья, мы потихоньку догоняем, потому что мы немного отстали по таре, потихоньку уже догоняем впереди идущих. И мы сегодня будем, начинаем разбирать главу шмот, книгу исход, если вот кому так больше нравится. Ну, естественно, что мы будем делать это с самого начала. И на чем хочу сегодня, о чем сегодня хочу поговорить. Я сегодня хочу говорить о том, чтобы вы, ну, основной посыл, чтобы те люди, которые верили в Богу, особенно эта молодая поросль, которая только начала, вот встала на этот путь познания Творца. И чтобы они не боялись идти и не боялись делать ошибки. Знаете, страх такое паскудное чувство, которое парализует человека. И оно парализует, к сожалению, не только на физическом, но и на духовном уровне. Те люди, которые испугались, которым внушили, что шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте, провокация, вот сиди дундуком, ложи десятину и все, больше ничего не делай. И главное, не уходи ниоткуда, не делай никаких резких движений, не посоветовавшись с нами. Те люди, которых вот этот страх потихоньку им внушили, навязали, они попали под это колдовство, потому что бесы веруют и трепещут, понимаете. Территория страха – это их территория. Вы же скажете, а как же страх перед Господом? Ну, это другой страх, абсолютно. Это страх сделать, ну, вот, у меня есть жена, да, и страх сделать ей неприятно или больно, как и любящему человеку. И вы понимаете, это говорится совсем о другом страхе, тут нету животного страха. А прививаются как раз в другой животных страхе, и, ну, ты потеряешь спасение, и все такое, разные разговоры. И цель – это вот сделать человека, ну, во-первых, ну, такие люди, которые боятся, я же говорю, они не растут, и не растут не духовно, но это не полезно и на физическом уровне. Почему? Потому что я говорил с врачами, которые, ну, понимают в этой области, и они говорят, что где-то вот здесь у нас видно, да, как я показываю, вот в районе грудной клетки у нас там есть такой орган, который отвечает за распространение, распространение текиллеров, то есть рождение и распространение текиллеров в нашей крови. То есть, проще говоря, иммунные системы. И вот они говорят, что если человек начинает бояться, вот этот процесс там замедляется или останавливается вообще, в зависимости от уровня страха. И тогда человек может умереть от любой болезни, потому что в его организме нет иммунитета. И это очень нехорошее такое вот дело. Поэтому я сегодня и наше учение сегодня против страха будет направлено. И против всех вот этих запугований, и против всех вот этих манипуляций всевозможных, которых вам говорят вот так, не дружи, не ходи, не встречайся, не разговаривай. Что я вижу в этих словах, имея тот опыт огромнейший, который уже за моей спиной. Я вижу в этих словах, ну, рабство. То есть, раб хочет сделать себе раба. То есть, вот что я вижу в этом. Потому что, зачем мне свободный человек? Ведь свободный человек будет служить Богу, а не мне. А мне надо воспитать своего раба. Поэтому вот надо вот так действовать. Но, друзья, все было бы вот так, если бы не Бог. И если бы, ну, Бог не имел бы своего народа, да? И если бы Бог не дал обещания своему народу. И если бы не все те обетования, не все те законоположения, и все, которые принадлежат нашему народу. Ну, когда я говорю о нашем народе, да, об Израиле, вы уже знаете. Я говорю о тех, кто из других народов присоединился к Израилю и стал частью Израиля. Я не выделяю это. Я не говорю, что только родившиеся от еврейской матери. Ну, кто слушает регулярно проповеди, учения, тот знает мою позицию. Кто не знает, можете туда пониже спуститься. Там, в тех учениях я много этой теме уделяю. Там, где языческое священство и священство живого Бога. Ну, и разобраться в этих вопросах. Потому что это важно. А мне не хочется терять время для того, чтобы вот это все повторять. У нас есть примеры Туры, да, которые говорят об обратном. То есть о том, что люди очень сильно боятся отступиться, упасть. И сделать что-то неправильное. Что-то то, что общество или вот то, что их собрание называет грехом. Причем на Моисеевом, когда Ишуа говорил, да, на Моисеевом вседалище сели фарисеи и книжники. О чем он говорил тогда? Вот, может быть, кто-то знает, напишите свое мнение. Ну, так как я понимаю, он говорил о том, что через Моше была дана Тора. То есть закон, которому совершенный, которому больше нет ничего, не добавить, не убавить от него. Ну, а вдруг вот этим тогдашним, ну, равно, как и сегодняшним, захотелось, ну, я, опять же, я не беру их мотивы, ну, не хочу говорить о ихних мотивах. Ну, вот захотелось им усилить этот закон и придумать свои какие-то еще законы. И, больше того, на основании вот этих своих законов они называют, ну, это грехом. То есть грех и бескосылки там или у писядников, там у баптистов другой какой-то этот. Ну, я не хочу сейчас все их не перечислять, потому что там ну а заморозик. И это для нас, ну, зачем, не есть полезно. Но так они сделали. И вот именно на основании этого удается людьми долгое время манипулировать. Ах, и при этом, когда человек где-то оступается, на него налетают сразу, ну, если это только не бизнесмен. Бизнесменам, друзья, я поздравляю бизнесменов, вам все можно, кроме одного. Кроме того, что пролезть вот это в игольное ушко. А так вы везде проходите. Вам везде зеленое, и вам везде приветствуют вас, и почти поклоняются. Я рассказывал, ну, может, кто-то не знает, когда у меня там, ну, есть знакомые, которые там миллионеры долларовые. И вот, ну, пару раз так было, или, ну, два, три, может, больше, я не считал. Что с кем-то из них я заходил в собрание верующих, так сказать. И я видел, как, я смотрю, летит толпа, ну, меня знают, его знают, толпа, и раз, и вот, с ним давай обниматься, ему чуть ли не руки целовать. Знаете, вот это, как в фильме есть такой, беспреданница, когда вот у цыгани встречали там этого Михалкова. Вот подобное, что-то напоминает. И потом, когда они вот это уже воспели воду и хвалу ему, они только замечали, что тут, ну, рядом я стою, хотя я же не маленький, меня нельзя не заметить. И тогда, о, вот, ну, меня тоже любили, ну, вот, этот, ну, больше. Поэтому им всё можно, но тем, кто нет, то тем их берегитесь, потому что таких заклёвывают, таких сразу забивают, братские, перебратские, в общем, всё отключают, садят на заднюю скамейку, и, короче, в общем, ты наказан. Это, как, знаете, как детей в угол ставить, а я не сторонник ни того, ни того. Нет, это всё не работает, потому что, ну, что ребёнок отстоит в углу, и что? Он там правду какую-то узнает в этом углу? Ничего подобного. А то, что он так себя ведёт, сядь и подумай, почему он так себя ведёт. Когда в магазине наблюдаю картину, в фуру, в фуру, где ребёнок зашёл, кидает, кричит, всё, и родители уж, люди кругом, ему неудобно, и он старается его приструнить, а что ж ты его тут приструнишь, а у него тут вообще зелёное, потому что у тебя тут руки связаны. Так вот, воспитывать надо для того, чтобы его угол туда не ставить. Точно так же, что здесь, если с вас вы сами не свящаетесь, потому что есть такой род священства, о которых Бог говорит сам. У Иезекииля, по-моему, 44 глава, если я не ошибаюсь. Он говорит, что я поднял руку против вас, и вы не будете больше приближаться ко мне. Это говорится священникам. Вы будете стоять у ворот, но за то, что вы отступили от меня и выбрали другого служения, другому Богу, я поднял руку против вас, и вы не будете больше освящаться. А если священник не освящается, то, естественно, таким же образом не освящается и то собрание. Оно не имеет слова на каждый день, оно не имеет видения, оно не имеет, ну, в общем, вообще ничего не имеет. Кроме пустой болтовни, которая где-то вычитана в тематичках и разных таких книжках интересных. Вот, 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 и наказание неси, и на задней своей парке сиди, потому что там будет тебе наголд. Вот, вот, там подумай, надо ли грешить против собрания своего. Вот. Чему нас учит Тара, друзья? Ну, когда еще, вы помните, смотрели на жизнь Авраама, и мы видели, когда Авраам сошел, пошел в землю обетованную, но там был голод, и он не выдержал. Бог сказал, что дай ему идти, но он не выдержал, и спустился в Египет, и мы говорили, что этот спуск, это, ну, это как падение, ну, в нашем понимании. Но в Бога такого термина нету, как падение. Понимаете? Бог есть учение, но не падение, потому что во всех этих ситуациях человек учится, и дальше, когда мы сегодня за Израилем еще будем говорить, мы это увидим. Так вот, это да, Авраам, что, получил богатство, написано, с огромным богатством, вышел из Египта. Но я бы не спешил это все к материальному переводить. Первое, что он получил, да, так это богатство внутреннее, потому что он понял, что если даже он неверный, Авраам, да, то Бог остается верным. То есть, Бог остается верным и непоколебимым. Бог знает наши слабости и наши слабые стороны, да, поэтому он все это учитывает, но он поклялся и от себя говорит, я не могу отступить от этого. Это не значит, что нам надо грешить и чтобы умножилась благодать, как Павел пишет, но это значит того, чтобы, ну, о том, что, то, что, когда мы вверились в руки Бога, мы, конечно, должны освящаться и идти путем освящения. Но если мы где-то споткнемся, когда мне говорили, а может ты в обращении подумай. Но на тот момент я уже имел множество откровений от Бога и когда мне подобные вещи говорили, я говорил, возможно, возможно я в обращении. Но тот, кто ввел меня в это обращение, тот и выведет меня из него. Можете не сомневаться, потому что я ему свою жизнь вручил, ну, я верился в его руки, я ему доверяю. И так было в моей жизни, где-то я спотыкался, но поднимали меня не люди, поднимал меня Бог. И теперь я ему сегодня благодарен, и я научился многому, проходя вот эти, говорят, что нельзя подняться на новую вершину, не спустившись со старой. Ты не можешь на одном месте стоять, поднявшись на вершину, уж вдохнул этот воздух свободой, ты все равно будешь опускаться вниз, чтобы подняться еще на другую вершину, более крутую. Так вот, Израиль, возвращаемся к нашему первенцу Израилю. И молодому Израилю, да, который еще имеет мало, ну, небольшого количества. И когда Яков узнает, что его сын в Египте, там, ну, второй человек, а то и первый, и зовет их туда воспользоваться благами его положения, как-то так они, ну, вот, даже, Яков же был пророк однозначный, то есть он видел сердцем то, что не видят люди. То есть он не смотрел на видимое, он видел сердцем. Но после разных таких этих, они решают идти, то есть после колебаний, там, и, ну, делать, не делать, идти, не идти. И больше того, Бог, когда они уже сделали этот выбор и пошли, двинулись, да, туда, в Египет, собрались и все свои шатры, все свое, и туда направились. Бог явился и сказал, я с тобой, не бойся, я буду идти с тобой. И, ну, знаете, друзья, вы скажете, ну, вот же ж Бог разрешил сам его. А я вам скажу, что наши мудрецы, исследуя Писание, они говорят, что высшие силы, они всегда помогают человеку идти туда, куда он сам хочет идти. И, очевидно, для того, чтобы возрасти и перейти на более качественный уровень, Израилю надо было спуститься опять в Египет. Но это уже, этот спуск, он не был подобен тому спуску, который делал Авраам. Здесь, ну, похожая ситуация, и там, и там голод, да. Но Авраам, он вообще первый, да, и он не понимал еще посредствий своих вот этих, а, тут голодно, ну, я пойду, может, Бог хочет, чтобы я пошел там, где есть это все. Они уже, они-то понимали, Яков это понимал. И делали они осознанно это все, понадеявшись на человеческую плоть. И здесь мы, конечно, местописание сразу открывается в голове о том, что проклят всяк, надеющийся на человека и делающий опорой себе человеческую плоть. Иосиф как раз и был вот этой человеческой плотью, из-за которой они двинулись туда, в Египет. Не было бы Иосифа, они бы туда не пошли. Да, они пошли, купили хлеба раз, второй раз, но они так и дальше поступали. Но они бы не пошли, если бы не было там Иосифа. Но, видите, Иосиф-то не вечный. Надо было понимать, что царство Иосифа закончится. Ну, не царство, а премьерство. А тогда, что будет дальше? И здесь, когда ты добровольно вот так, ну, опять же, друзья, давайте мы не судим Израиль. Потому что мы этот факт конструктируем. Это важно, очень важно слышать то, что я сейчас говорю молодым людям, которые только становятся на этот путь веры. Вам важно понимать, что, ну, какие ловушки могут ждать, да? И не все то золото, что блестит. Поэтому, думаю, понимаете, у Исаии есть такие слова. Когда Исаия говорит, что напрасно вы надеетесь на своих коней, на силу Египта и всего остального. В тишине и уповании сила ваша. Это очень сильный стих. Но к нему надо прийти, конечно. То есть, тишина и упование. А упование дословно, если переводить с еврита, то звучало бы как ничего не делание. Вот в чем сила. То есть, надо научиться, ну, замирать перед Господом. Когда Бог ничего не делает. Хорошо иллюстрирует этот момент Ишоа, когда к нему приходят и говорят, Лазарь болен. А Лазарь это был любимый друг Ишоа. Они говорят, Лазарь умер. То есть, они ожидают каких-то действий от него. Семьминутных. Ну, логично, друзья, мы с вами, да. Если бы нам сказал кто-то, что ваш лучший друг захворал при смерти, вы бы не пошли ему помогать. Ну, пошли бы, конечно. И я пошел бы помогать. И помогли бы, ну, навряд ли. Что мы можем помочь? Когда, ну, может материально там что-то, но материально оно не всегда дает силу. Помолиться, так помолиться ты и здесь можешь. Ну, в общем, вот так как-то. И он сидит, и знаете, что ученики, глядя на него, начинают сомневаться. Они, ну, говорят такие слова, которые, ну, я перефразирую их. Они говорят, тогда пойдем мы к нему и умрем вместе с ним. Потому что, раз ты так с любимым поступаешь, с другом своим, то что же нам от тебя ожидать? Но вот эта манипуляция, и она никакого результата не дает. Потому что он продолжает сидеть, что-то рисовать на песке. Даже не отвечая на их вот эти попытки сбить его с того пути. Он говорит, ну, прежде в своих учениях, он говорит, я делаю только то, что делает мой отец. Но если Бог не идет исцелять Лазаря, да, то что мне там делать? Ну, я не могу его сам исцелить. Поймите, я только делаю то, что делает мой отец. И здесь вот это важно понять. Но когда приходит время, и сошлись, и он встает и идет. Вот, упреки Марфы, ты, если бы тут был, ну, человеческое мышление душевное, да, все правы выводы. Ты будешь, если ты идешь вот этим путем, да, ты неоднократно, тебя будут люди душевные клевать, угнетать и говорить, что так нельзя поступать, что так неправильно будет поступать. Ну, это люди, это душевность, все мы понимаем, что это такое. И мы же не бездушные, в конце концов. Но иногда нам надо переступать даже через это, чтобы служить Богу. Ну, друзья, это уже то, о чем сейчас, ну, немного мы отклонились от темы, то, о чем мы сейчас говорим, это уже могут понимать и действовать так и зрелые люди. Но мы имеем дело-то не со зрелым Израилем, а Израилем, который только начинает формироваться. И Бог, почему Бог это допускает? Почему, какая цель его в этом? Ну, во-первых, это не Бог допускает, потому что человек не бездушный робот. Это ихний выбор был туда идти. И вот, друзья, когда подобные вещи обсуждаются и начинают на Бога туда закидывать, ох, ваш Бог там жестокий, там, тра-та-та, тра-та-та. Это крайность, которую вы, пожалуй, даже, ну, это безумство. Вот такие вещи говорить. Почему? Потому что, ну, Он Святой, это наши поступки приводят к вот таким последствиям. А Он не лицеприятен, и Он не может сказать, Сказать, вот этих прощу, а вот этих накажу. Понимаете? И сделали, да, он говорит, я буду с тобой там везде. Но вы сделали, и вы будете, и то, что вы сделали сейчас, да, будет иметь последствия. Что такое Митсраим, Египет? Это та теснота, в которую человек попадает из-за своего необдуманного шага или действий. Когда ты уклоняешься от пути истинного, ты попадаешь в Митсраим, в эту тесноту. Это однозначно. Больше вам скажу, друзья. Да, помните, Шауль говорит, что дела дьявола нам небезызвестны. Так вот, он говорит такие слова, да, потому что, ну, я могу сказать то же самое. Я видел неоднократно, как это работает. И когда люди делают шаг неправильный в сторону греха, да, вот туда, в Митсраим направляясь. Поначалу все выглядит фееровически и победоносно, и глядя так, да, смотришь, что, боже, может ты ошибаешься, а не правы в своем выборе. Потому что, ну, кажется, что их жизнь, как фейерверк, все к ним потекло, они ни в чем не имеют нужды. Так бывает. Вот, и это обманчиво, и смотрите на Израиль. Там тоже так все было. И милость фараона, и приходит Иосиф, а надо-то земля Гошема, ну, берите ее, берите ту землю, мне не жалко фараон. Их не заставляют работать со всеми остальными. У всех остальных забирают все до последней ниточки и делает фараон их своими рабами. Израиля это не касается. То есть первое время все кажется, что, ну, это триумфально, и это правильный шаг. Но затем все начинает разворачиваться. И разворачиваться в другую сторону. И, ну, ты, когда понимаешь, что уже произошло, уже что-то делать ко спасению поздно. Потому что ты не знаешь, как это сделать. Ну, вы скажете, покаяние, это спорный момент, потому что покаяние это дар с небес. Это, вот, как я понимаю, покаяние. Это как вспышка моментальная в уме, в разуме. И ты раз, просветление пришло, и ты увидел ту ситуацию, в которой ты находишься. И все. И ты понимаешь, что ты долго шел не в ту сторону и заблудился. Вы скажете, можно кричать Богу, да, так они и сделали впоследствии, и Бог услышал. Но до этого было все то, что было предсказано Авраамом. Они испытали все эти три пророчества и отчуждения, потому что их сначала там налогами обложили. Вы же чудостранцы, вы же не родные нам, поэтому давай налог платить больше. Их обложили налогами, не действует. Что тогда? Тогда давай сделаем их рабами. И это Авраам предсказывал рабство. Не действует. Мучения. Может, мучения подействуют на них? Ну, мучения, ну, оно как бы видимость, но они все равно плодятся и размножаются. Друзья, здесь огромный потенциал в этом месте Писания заложен. А это как бомба. Понимаете? Все должны понять, в том числе и духовный мир, что Бог работает со своим народом, и ни одна голосинка не упадет без его ведома на землю. И здесь надо нам понять, что Бог учит нас и производит обрезания, но Он воспитывает свой народ. Он не деспот, но когда Он дает испытания, Он дает и благодать Его пройти. То, что было в нашей жизни, я так оглядываясь назад, я понимаю, что моя жизнь, она сопряжена равно, от раннего детства равно риск. То есть, я как балансирую постоянно между этой жизнью и вечностью. И сколько случаев было, когда я практически должен был умереть. И, ну, это все. Много случаев уже было, что когда говорили, что я умер, уже меня нет. Но все время я оставался живой. И здесь понимание наше должно, мы должны понять, что не оставит Бог. И даже в этой тишноте, которую мы порой входим из-за нашей, еще вот этой, знаете, не до конца обрезанной природе, да, веткой, это все равно делает нас только сильнее. Правильно, на узком тиранистом пути иногда бывает больно, иногда бывает очень больно, ну, потому что иногда бывает вообще, что ты, ахтун, ахтун, готов кричать, все, сдаюсь капитулирую. Но это, ну, так бывает, друзья, я не буду скрывать, но, когда ты выходишь, пройдя эти испытания, и вот этот свежий воздух свободы вдыхаешь, и понимаешь, что ты стал сильнее в этом испытании, этого стоит. И вот это, то этого стоит, понимаете? Ведь можно сказать стоп, дальше я не хочу идти, и не хочу я не развиваться, не духовно. Но, когда ты от испытания в испытание идешь, и от испытания, ты иногда вот, когда все так замирает, и все хорошо, мне страшно начну становится, потому что шатище нехорошее. Ну, может, Бог оставил меня. Ну, и когда опять этот путь начинает, опять, ну, мы входим в новую вот эту долину смерти, смертной тени, чтобы там получить и источник вечной жизни, ты, фу, вот, ну, ты же, конечно, и пищишь, и ропщишь там где-то, но ты понимаешь, что Бог ведет к новой победе и к новому триумфу. И если ты там устоишь в этой победе, в этом триумфе, ты несказанно умножишься. Что умножится в тебе? Вот, ну, шо это, детей я там наделаю? Нет. Умножится твой внутренний мир. Друзья, мы можем, знаете, ну, сейчас очень много пустозвонов, которые начитались, где-то у кого-то услышали, и потом, ну, в 20 лет становится, и он рассказывает, как надо кому жить. Ну, это я называю пустословием. Почему? Потому что за этим не стоит жизнь. Если ты сам не прошел, как ты можешь знать, как другому помочь пройти? Ты не можешь знать этого. И поэтому Бог вот так работает со своим народом. Друзья, я так дал небольшую затравку, но я смотрю уже 40 минут практически, и надо заканчивать. Но мы продолжим эту тему, потому что дальше там, то есть, ну, видите, как-то хочется и то, и то зацепить, и оно, в общем, ну, не хватает времени. А долгие видео, ну, не хочется записывать, потому что, ну, тяжело, ну, я понимаю, тяжело переваривать разную информацию, и когда много, то это тоже, ну, нехорошо. Поэтому, наверное, мы будем останавливаться, ну, на этом остановимся, но мы не закрываем эту тему. Мы ее продолжим. Мы продолжим ее вплоть до исхода, до выхода, и там пойдем дальше, и уже там будем размышлять и о Песахе, и о том, что было перед Песахом. То есть, вот там важные понимания очень будут. Так что, друзья, ну, я останавливаюсь на сегодня, говорю вам, Баруха Шем, благословен Господь в вашей жизни, и, ну, приближается Шаббат завтра уже, но я уверен, что Бог даст возможность завтра записать урок, и вот эту тему прогнать больше. Ну, какая вот в этом, понятно, что еще полного, ну, у нас понимания, ну, того, что я начал говорить, нет. Ну, кое-что мы можем уже взять от этого. Мы можем, ну, взять это понимание, которое нам, ну, дает в этом моменте Тора. Что любое испытание, любое вот такое даже искушение, ну, в принципе, это одно и то же. Оно, ну, для избранных Божьих, да, оно только к благости ведет, только к добру. Ну, так много раз в Писании сказано, и Петр говорит, не бойтесь этих искушений, не бойтесь этих испытаний огненных, и, ну, потому что, ну, по-другому золото не выплавить, нельзя с нас вот этот весь шлак выгнать. Ну, только вот так вот. И, ну, поэтому, друзья, ну, делаем вывод, да, что, ну, Бог, который есть наш Отец, Он, если Он нас туда уводит в эти испытания, Он дает силы нам пройти их, умножает наше внутреннее познание, то есть наше то богатство, которое мы собираем, да, и которое на небесах оно не будет тленно, и дальше Он не оставляет нас там. Как вот учат, упал, Бог тебя оставил, ты, ну, не Бог тебя оставил, ты Бога оставил. Да глупость, глупость несусветная. Как это можешь, как ребенок может оставить отца, Бог говорит, если мать даже оставит, грудное, грудное дитя. А, я не отрекусь, я не оставлю, понимаете? И, ну, ладно, потому что сейчас опять заведусь, и дальше будет. Хорошо, друзья, дальше будет интереснее, подписываемся, распространяем, ставим лайки, и до скорых встреч. Всех шалом, всех люблю, молитесь за нас, в общем, мы приближаемся к очень серьезному моменту нашей жизни. Ну, я потом еще скажу об этом, но прошу вас не оставлять в молитве, потому что, ну, идут атаки с разных сторон, и бывает очень, ну, тяжело, вот, действительно, ну, как духовно. Почему? Потому что, ну, ну, я же не могу первого попавшегося встать и нагрузить свои проблемы. А, иногда хочется выговориться, и, ну, просто некому, приходится все Богу рассказывать. Но вы не забывайте, что мы люди, и слепленные с того же теста, что и вы, ничем от вас не отличаемся. Поэтому, вот так как вам бывает тяжело, и так и нам точно тяжело. Хорошо, обнимаю всех, всех люблю, всех верных Господу. Давид, напоследок скажу, Давид когда-то сказал, я возненавидел всех, ненавидящих тебя. Но я перефразирую его чуть-чуть, или продлю его мысль, я скажу так, я люблю всех, кто любит истину, любит Творца, любит Бога, любит, ну, его. Вот, ну, действительно, я люблю этих людей. И рад знакомству, общению и всему. Все, друзья, до новых встреч. Останавливаюсь, встретимся еще, и даст Бог, еще поживем, и утвердим Царство Божие на земле и на небе. Шалом, всем шалом.